Теперь искусственный загар смогут получать только совершеннолетние. Такое решение приняло правительство Латвии, а также правительство других европейских стран. До этого момента несовершеннолетние могли посещать солярий со справкой от семейного врача или зерматолога. Но, как показало исследование, практически ни в одном салоне соляриев не спрашивают документы. Министерство здравоохранения считает, что искусственный загар создает риски для здоровья, и человек эти риски должен осознавать. Поэтому теперь перед посещением солярия нужно будет заполнить анкету, где указаны в том числе и эти риски. Министерство образования также указывает, что в дальнейшем за несоблюдение новых правил продавцам услуги придется заплатить штраф. В Германии, например, он составит 50 тысяч евро. Цель этих ограничений – снизить факторы риска, провоцирующие онкологические заболевания, и обеспечить пользователей получать услугу, соответствующую нормам гигиены. При этом далеко не все знают, что с помощью солярия можно не только улучшить внешность, но и решить некоторые проблемы со здоровьем. Подпитка организма витамином D в то время, когда его остро не хватает, улучшает состояние костной ткани и суставов. Но все необходимо делать в меру и не посещать солярий чаще раза в неделю, а то и двух. И, конечно, проконсультируйтесь с врачом, ведь для искусственного загара есть и ограничения, связанные не только с аллергией, но и с индивидуальными нюансами кожи.